Я приветствую всех читателей «Правды Севера» в эфире «Газета на ТВ». Здравствуйте! Очередной историей Соловецких островов радуют нас журналисты старейшего областного издания. Ветераны Соловецкой школы «Юнг» надеются встретиться в 2017 году. Так называется статья свежего выпуска «Правды Севера». Автор статьи Светлана Гаврилова сегодня у нас в гостях. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы начать с самого интересного и интригующего. Все мы знаем, по крайней мере большинство из нас знает, что с 1942 по 1945 годы на Соловках располагалась школа «Юнг», где обучались мальчишки до призывного возраста. Но о том, что у этой школы было секретное подразделение, где обучали такой специальности, как скрытая связь, я думаю, многие узнают, только прочитав вашу статью. А вы как для себя открыли эти факты? Это получилось очень просто и даже немножко мимоходом. Дело в том, что перед взлетом «Юнга» отмечались дни памяти жертв политических репрессий. И с сотрудником Соловецкого музея-заповедника Ольгой Бочкаревой мы разговаривали о том, какие документы открыты, какие закрыты по-прежнему по вот этим вот событиям. И она совершенно мимоходом говорит, когда мы ездили в Гатчину, в архивы Министерства обороны по «Юнгам», тут понятно, что любой журналист сделает стойку охотничьей собаки, потому что нам же кажется, что здесь не может быть ничего секретного, ничего закрытого. Вот они «Юнги», вот их истории. Мы все про них знаем. Живые свидетели, мы все про них знаем. Оказывается, нет. Да, оказывается, было секретное подразделение. Возможно, и не одно. Но сама Ольга Бочкарева, насколько я понимаю, узнала об этом только в 2012 году, когда один из тех секретных «Юнг» приехал вот на Соловецкие острова. Он сказал, что ему уже много лет, ему уже ничего не страшно. И он уже рассказал, что они давали подписку о том, чтобы не рассказывать об этом. То есть до сих пор эти «Юнги» засекречены? Насколько я понимаю, да, по ним до сих пор нет открытых документов. Вы как раз приводите интервью с Ольгой Бочкаревой. Мне хотелось бы зачитать цитату. Они, то есть секретчики, знали только имена друг друга, никакой другой информации они не имели права рассказывать. Им запрещено было общаться дальше, после окончания школы. Он говорит, «Юнга», «Я до сих пор не знаю, с кем я учился, у меня нет этого моего военного детства». Ну, на самом деле, удивительная цитата. А если бы вам довелось пообщаться вот с кем-то из секретчиков, что бы вы спросили? Это был бы настоящий, конечно, подарок для журналиста. На самом деле, я бы, наверное, спросила его о каких-то самых простых вещах, о подробностях быта, о том, как они учились, кто их учил, как они тренировались, соревновались между друг другом. То есть, они мальчишки, вы понимаете, им 14-15 лет, некоторым и меньше. Как вот это все, как это было в их жизни? И, естественно, мне было бы интересно знать, как их отбирали. Потому что известно, что и в кавычках обычных «юнг» отбирали очень строго. Была мандатная комиссия, была медицинская комиссия. А как отбирали мальчиков для вот этого подразделения? Тоже, конечно, очень интересно. Возможно, вам доведется еще это узнать, будем надеяться. Хорошо бы, к сожалению, это люди уже очень почти на возрасте. На самом деле, очень интересная статья. Я рекомендую всем нашим телезрителям прочитать именно этот материал. Но вернемся еще к встрече «Юнга», которую вы тоже пишете. Встречи эти проходят традиционно с 1972 года. А вы впервые участвуете в этом событии? Да, представляете, я впервые участвовала в этом событии. Мне это очень потрясло. Вы очень тепло пишете о ветеранах с большим уважением, с очень теплыми чувствами. Я бы тоже хотела привести цитату. «Несмотря на холод и ночь, все шесть прибывших «Юнг» выстроились на палубе. Такие строгие, стройные, прямые, что нам стало стыдно. Так было все три дня слета. Долгий торжественный митинг, возложение цветов к памятнику соловецким «Юнгом», принятие присяги кадетов летней соловецкой школы «Юнг». Многочисленные фотосессии и встречи. Иногда мы буквально валились с ног на ближайшую травку. А ветераны все стояли с прямой спиной. Но действительно, не испытывая каких-то теплых чувств уважения к ветеранам, такое невозможно написать. А сами ветераны, пребывая на Соловках, что чувствовали? Какие у них были эмоции? Ну, конечно, это нужно спрашивать у них. И мы их об этом спрашивали. И я должна сказать, что это люди своего воспитания, своей закалки. Они не любят рассказывать очень широко и очень подробно о своих эмоциях. Но они нам говорили такие вещи, что «Соловки» — это наша жизнь. Это наша мать-земля. Почему я один из заголовков? У нас есть так, у «Дети Соловков». И школа «Юнг» — это была наша школа жизни. Она настолько полностью в нас вросла, что до сих пор не вышла. Они там, конечно, ходят. Вот они там свои. Вот они действительно дети этой земли. На Соловках было довольно холодно. Но мы знаем, что как минимум один юнга купался в Святом озере. И когда мы его там спросили, он сказал, ну как, приехать на Соловки и не искупаться? О чем вы говорили с ними? О чем они охотно разговаривали с вами? Они довольно охотно рассказывают о том, как они здесь жили. Но они не рассказывают о трудностях. О трудностях рассказывают что угодно. Фильмы, кинохроника, документы. Но не сами свидетели. Они говорят, все было нормально. Мы пережили эти трудности. Флот нас закалил. Все. Что меня еще потрясло, они все рассказывают о том, как они призывались в эту школу юнг, как они горели, мечтали, как их не пускали родители, потому что у них уже отцы и старшие братья были на фронте. Естественно, матери боялись их отпускать. Но мальчишки говорили, мама, иначе я бегу в партизанский отряд. Иначе я сам убегу на фронт. И они уговаривали матерей и уходили туда. Я опять же хочу порекомендовать нашим телезрителям обратиться к этой статье, потому что там приводится интервью. Да. Ваше с юнгами. Это очень важно. Потому что мы знаем, что ветеранов становится все меньше и меньше. В связи с этим заголовок ветерана Соловецкой школы юнг надеется встретить в 2017 году. Несколько печально, несколько наводит на мысль. Это заложено в заголовке? Я думаю, что с одной стороны, может быть, это и заложено в заголовке. А с другой стороны, почему 2017 год? Потому что это будет 75-летие Соловецкой школы юнг. И, конечно, они же очень вполне себе люди, адекватные. Они дают отчет, что здоровье у них не становится лучше. И так далее. Смогут ли они приехать? Тем более, они живут по всей России. И съезжаться это просто тяжело. Соловки просто трудно наступное место. Но тем важнее и ценнее эти материалы и такие статьи. Но, насколько я знаю, во время вот этой встречи, во время встречи юнга, произошло еще одно знаменательное событие. Состоялся на Соловках круглый стол под названием «Историческое наследие массового героизма молодежи в годы Великой Отечественной войны». И за этим круглым столом было вынесено немало инициатив. Вот расскажите о главных, с вашей точки зрения. Да, состоялся такой круглый стол. На нем присутствовал вице-губернатор по развитию Соловецкого архипелага Роман Балашов. Да, было выдвинуто, в том числе и при участии юнг. Они очень активные люди в общественном плане. Несколько инициатив. Во-первых, будет предложено президенту России, чтобы на Соловках базировался филиал президентского кадетского корпуса. Второе, на Соловках предлагают создать большой действующий мемориальный комплекс. И третье, может быть, самое интересное. Я знаю, что уже есть, либо будет в ближайшее время направлено обращение к министру культуры Мединскому о том, чтобы снять молодежный сериал о школе юнг. На Соловках. Да-да-да, именно о Соловецкой школе юнг. Ну и, может быть, каким-то образом популяризировать эту историю другими художественными средствами, но именно о сериале мы слышали. Все возможно, будем надеяться. В 2017 году поедете на Соловки? Если будет эта встреча, я буду очень стараться туда попасть, конечно. Светлана, спасибо вам большое за интересную беседу, за очень хороший материал. Я еще раз призываю телезрителей к нему обратиться. До встречи. Всего доброго. В нашей студии была журналист областной газеты «Правда Севера» Светлана Гаврилова. Вновь читать газету на ТВ мы будем ровно через неделю на телеканале ПС и интернет-портале «Правда Севера». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»